МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неплохо выступил и ежевчанин Антон Белов-Ульяновский на четвертом годном этапе первенства России. В групповой гонке на 120 км он заехал на финиш 10-м. А вот в генеральной классификации Антон обосновался на 21-й строчке. А теперь о Кубке страны по шахматам прошел он в Казани. Золото, серебро на нем выиграли Мария Ношичева и Даниил Осипов. Попали в пятерку сильнейших и Полина Зепаева с Миланой Сичихиной и Михаилом Журавлевым. Продолжаем выпуск. Ровно три дня остается до главного футбольного события четырехлетия старта чемпионата планеты. Мир замер в ожидании первого судейского свистка в Сан-Пауло. Не имеется только футбольным фанатам в Ежевске. 12 июня они ждать не стали, а провели накануне свой чемпионат мира, разделившись на 32 реальные сборные. Кто получил титул, расскажет Дмитрий Ворононин. До начала турнира футболисты из 32 ежевских любительских команд тянули жеребий и моментально превращались в одну из реальных сборных участниц Мундиаля в Бразилии. Стать Россией хотели все, а повезло парням из команды «Аксион-2», чей капитан-скромняга Владимир Антонов моментально превратился в капитана сборной России. Роман Широков, наверное, в этот момент поперхнулся. «Сегодня воля жеребьевкой, вы стали капитаном сборной России. Ответственность не давит?» «Ну, есть немного». «Ну, в чем это заключается?» «То, что играешь за свою страну и еще тем более капитан. Ответственность есть». Ответственность и робость тут же были отброшены за бровку поля, и Владимир Антонов с товарищами ринулся громить сборную Южной Кореи. Мы не знаем, как там все сложится 18 июня в бразильской Куябе, но сегодня в Ижевске Россия разгромила азиатов 5-0. На корейцев после этого страшно было смотреть. «Что не получилось в матче с Россией?» «Оборона подвела. Не сыгрались. Давно не сыграли вместе. Вот и так получилось». «Вот так бы и на реальном чемпионате мира, чтобы оборона корейцев подвела?» «Совершенно верно». Почти 400 ижевских парней классно сыграли свои роли за звезд мирового футбола. И, как оказалось, совсем не важно было, кто кем станет в итоге. «Кто-то станет сборной России, кто-то Италии, кто-то Англии, кто-то Гондурасом. Не обиделись они?» «Нет. Гондурас, кстати, так борется. Никто не жалуется, все играют в удовольствие. У нас есть возможность присоединиться к такому большому празднику спорта, к празднику футбола. Дать возможность нашим ребятам почувствовать себя участниками чемпионата мира по футболу». Обидно, но сборная России, выйдя в плей-офф, в стыках вылетела. А чемпионом мира по версии организаторов этого необычного турнира стали итальянцы, обыгравшие в финале аргентинцев. Через месяц с хвостиком узнаем, как все сложится в реальной жизни. А вот футболисты «Ижевского Зенита» сезон во втором российском дивизионе завершили, сыграв в последнем туре в Тюмени в ничью с местным одноименным клубом 1-1. Очко гостям за три минуты до конца матча принес Максим Алаховский, сравнявший счет. Итоговое место «Зенитовцев» – пятое. В нашей копилке 40 очков. К другим темам. Вместо белых халатов, спортивные костюмы, вместо скальпелей, пинцетов и фонендоскопов, теннисные ракетки и волейбольные мячи. В Ижевске прошла «Спартакеада здоровья» среди работников здравоохранения Удмуртии. О ней наш следующий видеоматериал. Бегом от болезней – лозунг «Спартакеады». В ней ежегодно принимают участие 90 команд. Это более 2,5 тысяч человек. По словам медиков, на соревнования их силком идти никто не заставляет. Все это они делают ради собственного здоровья. Каждый в плотном рабочем графике находит время для физкульт-минутки. Нужно быть обязательно примером для других. И когда приходят к вам пациенты на прием, чтобы нужно было приятно посмотреть на доктора, к которому идут. Может не пригодится старая мебель, может не пригодится машина, может еще о здоровье. Его не купишь, никуда не денешь. Я сам человек, который занимаюсь спортом всю жизнь, поэтому с большим удовольствием всегда участвую в этих мероприятиях. И очень рад, что мы собираемся все вместе в данный день. Тем более такая замечательная погода. То есть, в общем, одни положительные эмоции. За 14 лет спартакиада медиков приобрела большой размах и популярность. По массовости она сегодня не уступает республиканским сельским играм. Обязаны просто проповедовать здоровый образ жизни. Обязаны своим видом показывать людям, что здоровый образ жизни – это важно. Участвовали и болели на площадках все – от медицинских сестер до главных врачей. Каждый выбрал себе спорт по душе. В программе были волейбол, настольный теннис, дартс, легкая атлетика, шашки, а также веселые старты. Ну а победителем спартакиада в итоге стала команда Республиканской клинической больницы. Второе место у РКДЦ, третье у Винской районной больницы. А теперь о боксе. В Тольятти на чемпионате при Волжии неплохо выступили ижевские бойцы. Илья Злобин и Сергей Афанасьев весовой категории 56 килограммов успешно прошли все предварительные поединки, выиграв в итоге серебро и бронзу. Оба спортсмена представляют клуб защита. Вернулись с медалями из зонального турнира и наши легкоатлеты. Из Чебоксара они привезли 7 медалей. Две из них золотые. Они на счету Ивана Григорьева. Он выиграл прыжки в шестом. И молодежного квартета. Девчата были первыми в эстафете 4 по 400 метров. Это все новости спорта. До встречи завтра.